Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Клан Фолк. В прошлый раз мы в прямом смысле копрысали с вами в дерьме с целью получения удобрений. У нас вроде бы как даже получилось. Но беда в том, что наступила осень, и никакие посадки нам пока что не светят. Тем временем я заметил преступление. Данная курица, как видите, у неё насыщение резко выросло, потому что она начала жрать со стола. Вы понимаете? Вы понимаете, какой это кошмар? Это, это ужас. Это ужас. Эта трава ещё не выросла, и вырастет она нескоро, потому что рост у неё херовый. Вот, а куры наглеют и продолжают жрать то, что им жрать не положено. Соответственно, какой у нас выход решения данной ситуации? Я думаю, что мы им всё-таки сделаем внешний курятник и опустим его вот сюда под вторую ферму. Под вторую ферму, с условием того, чтобы они нам здесь не мешали, а здесь мы уже сделаем типа гест-комнатку для наших посетителей. Как вариант. Но, блях, им тоже камин придётся делать. Дорого-богато получается. Короче, план у нас большой, его надо бы успеть. Денег у нас, кстати, нет. А работяг у нас двое. Скорее всего, они уйдут с плохим настроением, из-за чего у нас поломается немножко репутация с товарищами. Ну, я думаю, справимся. Нам самая большая беда сейчас пережить зиму. Как я понимаю, зимой мы не сможем ловить рыбу и... Вот это добро. Поэтому, по-хорошему, нам надо сейчас сделать очень страшную вещь. Очень страшную, я бы даже сказал. Нам надо запастись едой на весь этот период, соответственно, либо наделать грибов. А наши решили забить болт вообще на грибы. У нас вообще по готовке есть, товарищ? Сейчас давайте сразу проверим. Готовка жромбы. Готовка у нас есть. И он должен этим заниматься. Но он кладёт на это... Или это не готовка? Подождите. Готовка. Всё, логично. Всё максимально логично. Ладно, запускаемся. Короче, теория какая? Мы должны немножечко сэкономить на перспективу. Сейчас пока осень и грибов должно быть дохериллион. Мы этим с вами и воспользуемся. Попытаемся эти все грибы забрать. И, соответственно, переработать. Так, запускаем на максималку. А, кстати, у нас же здесь в перечне идут даже работяги. Мэтью это ж рабочий. А, нет, его здесь в списке нет. А, нет, есть. Подождите. Сейчас, где у нас? Где-де-де-де-де-де-де-де-де-де? Сбор урожая. У него тройка. Я перепутал. Ладно, не имеет значения. Короче, суть в том, что поля мы заготавливаем. По чуть-чуть подготавливаем их к следующему сезону для посадки. Камыш мы какого-то хэра не посадили. У нас не закончили семки камыша в случае. Семки льна у нас есть. А, кстати, за счёт чего мы камыш вообще садили? Подождите. У нас что, разве есть семки камыша? Я что-то это на секунду задумался. Так, лён, сено. Сено, связка, льна. У нас камыша как такового нет, что ли, да? А как мы его сажали? У меня есть вопрос. Ну хорошо, давайте выставим ещё посадку камыша. А, мы ж не можем сейчас вообще ничего сажать. Растёт весной-летом, но, видимо, в конце зимы или в начале весны мы уже сможем посадить. Окей, стараемся пережить тогда. Стараемся пережить. Собираем сейчас тонну грибов. Я думаю, что мы этих сушилок ещё плюсанём. Так, если у нас полка стоит здесь, сушка стоит здесь, сушка 2 стоит здесь. Хранилище там. Сделаем тогда вот так вот. Пока что. И как достроят? Я не могу понять почему. А, у нас же ограничитель, точно. Ограничитель убираем. Его ж нельзя убрать, да? Тысяча. Харачьте тысячу. Всё очень просто. Закинули сразу грибы, потому что пока они валяются, они портятся. А нам бы не хотелось, чтобы они портились. Всё очень просто. По мясу мы можем заготовки сделать, но мне не нравится, что мясо, по идее, начало портиться. Хотя оно копчёное. Но оно не сушёное. Это разные вещи. Это немножечко разные вещи. Так, сюда грибы закинули. Сколько у нас одна заправка? Один закидон, 20 грибов всего лишь. Не-не-не, ребятки. 20 маловато. 20 маловастенько будет. Давайте ещё два поставим. Вот, чтобы мы сразу за раз могли сколько? 120 загрузить. Вот, это нормально. При том, что они достаточно долго сушатся. Поэтому это бы не помешало. Так, крафт запустили. Этот запустили. Не хватает нам урожайчика. Нам надо ещё на зиму утеплить туалеты, кстати. Я об этом тоже вспомнил. Спустя бог знает сколько. Давайте вот это добро перенесём. Если мы сделаем здесь помещение небольшое. Тут гореть нечему. Поэтому давайте вот это добро сюда. Я быстренько сварганю из говна и палок. А палок у нас нет, кстати, лох. Но тогда получается из бруса. Получается из бруса. Шоколадно живём. А, стоп, можем вообще и сено сделать. Нахера намучаться? Брус плюс не даёт. Даёт плюс палки и кирпич. Ну, из кирпича туалет делать, ребят. Ну, не гоните. Это чересчур круто. Сделаем мы супер широким или таким? Бздюлькой. Давайте, наверное, бздюлькой сделаем, да? Хотя нет, этот блок нужен, чтобы идти. Какой-то хернёй надел, нет? Выглядит как херня, объективно, да? Ну, мы можем, по идее, сюда дверь поставить. Она по диагонали просто будет работать. Если она будет работать. Опа! Ну, они к этому туалету, по сути, смогут подойти через этот туалет. Ну, короче, глянем как раз на что они способны. На что они способны? Так, у нас есть запасные горшки. У нас есть корзины для навоза. Пока всё хорошо. Пока всё очень даже... А, крыша, точно. Такой сидишь себе, хезаешь. А тебе на голову заливает ливень. Красиво, конечно, но не надо. Слишком романтично, как для таких мест. Так, всё оставили. И давайте поставим добычу палок. Эй, где у нас ветки, ветки, сбор, бор, бор. Так, каменюки. Каменюки я все собрал в округе. Срубить деревья на... Где палки? Вот палки. Чё-то у нас здесь палок уже нет. Пора вот здесь собирать. Как видите, опять у нас появляется слишком много работы на недостаточное количество людей. Вот что меня прям напрягает. Так, швейный стол нового уровня. Давай, клепай где-то здесь. Потом его переместим. Пора и здесь крышу делать, получается, да? От этого никуда не деться. Но, опять же, вот эта штука горит, да? Кузня у нас, да, пускает искры. Но она пускает же её не везде. Кстати, проверим вообще, есть ли возможность того, что загорится крыша. Без стен, без переходящего огня. Вот тупо загорелась крыша. Это будет интересно проверить. Так, ставим сюда. Тут ты не дотянешься. Вот здесь дотянешься или нет? Дотянется собака. Тогда туда стенка не канает. Давайте здесь отступ пару блоков. Траву пока не трогаем. Здесь дерево срубите. Сейчас глянем, насколько нам не хватит крыши. Так, если мы застелим вот так по полной... А, лол. Одного блока не хватает. Но это не критично. Эта штука всё равно должна будет работать. Сейчас она не работает чисто из-за того, что у нас этот... Заливает её по полной. Нам не хватает ещё сборщиков воды, мне кажется. Сборщиков воды. Малой замерзает. Где вы его оставили? Там. А сколько у нас, кстати, температура уже? На улице 10, здесь 5 градусов. Да, кур надо побыстрее переселить. Гораздо быстрее, чем я думал. Так, и у нас, походу, наступила конкретная жопа с травой, да? Освещение полумурак. Это супер. Трава, её ещё можно добыть. Ну, что дальше с ней делать, я не знаю. Хорошо, давайте быстренько разметим, пока они там работают. Нам надо, чтобы оно было слишком тепло или нет? Они, в принципе, друг дружку греют нормально. Но, как показала практика с пещерой, недостаточно. Поэтому мы, в целом, можем себе позволить из бруса, потому что они здесь ещё бруса добудут, дай бог. Давайте вот здесь. Отступ один блок. А, коробку ж мне оно не даст делать, да? Да, через паузу. О, они начали жевать вот эту траву. Это хорошо. Сделаем сразу с запасом, в надежде на то, что у нас будет в будущем реально очень много курочек. Но гарантии никто не даёт, опять-таки. Не я, не игра, никто. Так, вход нам нужен только один служебный вот здесь. А выходы мы сделаем... Где эта щель? Только для мелкой живности. Еп. Вот сюда, пожалуйста. И вот сюда пусть будет. Всё, у них два выхода. В поля они там, в принципе, определятся. Так, по наземному покрытию им в целом плевать. Насколько мне известно. Бонус скорости куриц меня вообще не интересует. Честно говоря. Насколько у них там плюс, не плюс. Ну давайте из грязи, но нам нужна железная мотыга, я правильно понимаю? А это чуть-чуть создаст лось. Камня у нас всё ещё дофига. Давайте камнем им застелим. Там всё равно у них подстилочки будут. Никуда они не денутся. Так, и закроем крышу. Соответственно, пока можем, всё ещё соломой. Всё, курятник будет гигантский. Больше, чем наша жилая комната. Поэтому я думаю, курица себя будет чувствовать. Ой-ой-ой, тихо, у нас куча народу пришло. Так, ты что хочешь? О, ещё один работяга. Но, брат, нам сейчас надо что-то наторговать. Надо что-то наторговать, иначе мы вообще без денег. Так, кирпича у нас кот наплакал. Почему? Потому что глины у нас почти нет. Куриц мы можем продавать. У нас вот три наши начальные. Четыре уже подросли. Раз, два, три несушки, один петух. Ещё два цыплёнка есть. Звучит, конечно, хорошо. По факту шляпа шляпная. Очень хорошо стоит, кстати, копчёное мясо. Стоит над этим подзадуматься. Так, сено мы ещё будем брать? Я думаю, что да, потому что всё, что у нас есть, мы потратили. Давайте берём сено, продаём кирпич. Весь, что есть. Потому что нам надо много денег. Навоз я не продам. Мы его заготавливаем на весну. Деревяхи, да, забирайте нахер. Мы их пока не используем почти. Итого у нас плюс 187. И мы можем взять ещё сено. И при этом остаёмся при деньгах. Найс. Верри найс, мне кажется. Так, ты, брат, что хочешь? Ты хочешь брус? Брус я тебе не дам. У нас он сейчас весь почти улетит. Мука слишком дёшево предлагает за муку. Я тоже не вижу никакого смысла отдавать. Шкуры пока что тоже не дам. А вот железную руду я твою взял, конечно. Ну давай. Блях, нам надо гору всю эту выбить просто. Там железные руды. Давай две штуки и всё, и текает сюда. Всё, разобрались с этими брыгами недоделанными. Так, ребятки, у нас всё ещё бегают, собирают грибы. Потому что задача сбора грибов у нас оказалась гигантской. Как видим, здесь у нас две сотни грибов сушёных. Здесь ещё сотня несушёных. И здесь 120 сухих сейчас уже подойдут. О, красота. Выкладывайте по новой. Всё, с готовкой проблем нет. Проблема есть с добычей еды. С готовкой их пока нет. Надо будет вообще посмотреть. Может зимой больше животных появится. Это моё предположение. И мы сможем тогда уже закутить... Что это за разводы? А, это дождь типа залил нам поля, да? Вол. Опасно, вообще-то. Вообще-то опасно. Так, в чём у нас здесь проблема? Подождите. Нам нужен уголь. Уголь у нас есть. У нас нет глины. Ну вот в чём проблема. У нас огромное количество задач, которые наши ребятки не то чтобы выполняют. У нас там, по идее, уже были где-то среди идей. У нас уже появлялись где-то мигали карьеры. Если я не ошибаюсь, сейчас мы глянем. Вот, гнилище. Глинище у нас есть. Требуется железная мотыга и железная кирка, и отакрывается каменоломня. Ну, получается, нам надо куча железа. Что я могу сказать? Давайте ставим тогда здесь рецепт. Железная вот эта шляпа. Одну штучку. Ещё раз, сколько ты стоишь? Десять железных слитков. Матерь божья. Я не сильно уверен, что оно того стоит. Но пока у нас выбора нет. Затыкаем лицо и, собственно, работаем. Так, собирайте это всё. Кур скоро переведут. Они даже не начали строить. Они всё ещё в грибах. В грибах да в ветках. Кстати, ветки собрали? Ветки собрали. Это уже, слава богу. Так, грибочки новые закинули. На столе у нас уже 320 штук. Сюда ещё угря наложили. Сол для резки камня появился. Вот какая милота. Но это потом. Это потом. Так, запас по семенам. У нас семена овса 660 штук. А на посадку одну по овсу у нас выходит 5 штук. То есть на 120 с чем-то посадок, грубо говоря. Это неплохо. Это неплохо. Так, здесь начали строить. Значит, скоро туда пойдут строить. Тумзолет готов? Тумзолет не готов. Ребята, а какого хера? Скажите мне, пожалуйста. В топ-залете мы, кстати, можем сделать комфортный пол. Но я не уверен, что в этом есть смысл. Типа зачем? Если можно не делать. Давайте обычный. Посредникать можно и на траве. Серьёзно. Ногам приятней. А, точно, вы же ещё здесь грибы собираете. Вот в чём проблема. Да, они бегают на дальние-дальние участки. Сейчас, давайте мы отменим вот эту часть. Что-то она как-то частями отменяется. Так, эту отменяем. Всё-всё-всё. Здесь насобирали, хватит. Всё-всё-всё. Кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш. Вот здесь дособирайте. Здесь тоже пока отменим. Вы молодцы. Вы собрали приличный запас. У нас уже запас на 9 дней. Мне кажется, у нас такого никогда не было вообще. Чтоб у нас был запас дольше, чем на 3 дня. А сейчас мы его вон уже впрок готовим. Правда, если курицы будут жрать грибы, то о чём мы вообще говорим? Наши здесь пересаживают траву. Или мне показалось? У нас тут грибы прям под носом растут. Алё. Ребята, нахера вообще куда-то бегаете? У нас вот тут под лицом прям. Грибов завались. Всё, хватит. Отвар из коры у нас появился. Это где? Скрепщик шкур. Это понятно. Стоп-стоп-стоп. Где-где-где? У нас ни на одном из верстаков нет отвара. Что за херня? А, о, подождите. Зольник, замачивайте сухую шкуру, чтобы приготовить её к очистке. Ага. А, отвар из коры это это. Господи. Таниновая это жидкость. Это не то. Для дубления, да. Дубильная жидкость. Оскрёбщик шкур. Ну, пока что мы со шкурами заниматься не будем. Нам бы выжить. Серьёзно. Ничего личного. Ну, просто хочется выжить. Полка для тканей. Ткани кожи различных ниток. Ну, ух ты, чешу. Она такая гигантская. Ставьте сюда, пусть будет. Пусть у нас все склады заранее будут. Потом ещё придумаем. Гардером. В нём хранится одежда. О, ребятки. Это как раз к вам вопросик. Вы не против, если я сюда втулю? А то они когда ложатся спать в комнате плюс 25 за счёт камина. И они начинают резко раздеваться. Это очень странно. Выглядит, как будто бы они сейчас оргию начнут. Но мы-то понимаем, что просто жарко. Так, у нас появилось каменоломня. Постоянное место для добычи гравия и валунов. Угу. Звучит хорошо. Стол для резки камня. Надо будет глянуть. Возможно, мы сможем нормально эти делать. Каменные глыбы. Постоянное место для сбора глины. Размещается на побережье. Во. Давай сюда. Что-то оно не размещается на побережье. А, нет. Я думал, прямо в воде надо. Самое обидное, что оно мне сообщение никого не выдаёт. Сейчас, подождите. Оно мне не сообщает. Так, размещать на побережье требуется глина. Угу. Постоянное место. Стоп. Так, нужно ровные 4 блока побережья. У нас здесь стоит вот эта херобора, на которой мы шо мнём льно и превращаем в льняное волокно. Давай-ка я тебя нахер отсюда уберу. Как тебе такая затея? Мы можем тебя спрятать. Ну, пока же. Ну, ладно. Под кухней ставить. Такая себе идея. Давай где-то вот здесь. Стой пока. М? Отличная же затея. Шикарная, мне кажется. Всё. Товарищ поторобанил. И, по идее, как раз сюда отлично влезет вот этот товарищ. Так, ставьте приоритетным. Железная мотыга мне не нравится. Как будто бы она нужна не в действии, а как будто её заберут. Для того, чтобы создать этот объект. Вот это мне не нравится. Но если мы получим источник глины, это будет супер. Это будет класс. Так, тут товарищ пошёл опять крафтить. Железо у нас загрузили, потому что, ребятки, немножко добыли и немножко мы купили. Так, мотыга зачислена, но я не знаю. Мёрзнешь? Чего? А, ну 10 градусов. Они же большинство у нас голожопые бегают. Вот в чём дело. Так, за 30 времени мы получаем 50 глины. Так, а здесь какой расчёт был? Тут вообще есть расчёт? Нет? Собрать глину, но информации нет, да? Ну, а тут просто идёт зависимость от этого, как он называется, от инструмента, который мы добываем. И это довольно большая разница. А здесь, видимо, зависимости этой нет. Хорошо, давайте поставим, чтобы у нас всегда было... Ну, касаемо, наверное, многовато. Сколько в хранилище влазит? А ты у нас нет. Вот, глиняное хранилище. Стаки по 50, скорее всего. Значит, 300-ка должна влезть. Давайте и поставим 300-ка. Хаб и дышь. Приоритет здесь повышенный. Работа, собирательство. Супер. Давайте, вперёд, 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 вперёд. Ну, я б не сказал, при том, что Маргари у нас профессиональный собиратель, да? Десятый уровень. Я б не сказал, что она прям быстро собрала глину. Что? Дот? А, потому что я придумал дэд. Думал, батя ходит. Но нет. Так, мы потратили все эти. Мы ничего не потратили. Они просто ленивожопые. Вот в чём дело. Я пытаюсь найти какую-то проблему, а проблемы нет. Проблема в ленивожопе. В общей сумме у нас 6, 9, 10 человек. С учётом работяг. И все ленивожопы. Вот так и живём. Что у нас верстаковано 20 человек, а у нас 10 человек и то ленивожопые. О, можем же перечень занятий посмотреть. Врач, надо кого-то хилить. А что такое, брат? Катхир. Катхир это ж мелкий самый. Большая комната, радостная, приятная беседа, боится темноты. У тебя вроде всё окей. Или это типа уход за тобой просто. Числиться как медицина. Починить отхожее место. Собирать с глинища. Складирование, перенос сушёных грибов. Земледелие. Тут работы с ума сойти можно сколько? А почему я в паузе? Не понял. То есть когда я менюшку смотрю, я в паузе? Чху. Так неинтересно. Так, постройка у нас 184 задачи. Кузьня верстак здесь по одной. Готовка тоже мелочь. Сколько уже по грибам вышло? Так, по грибам здесь 250. Здесь 400. Это уже на 11 дней запаса еды. Нормально, не зря собирали, слушайте. И здесь ещё 40 отваляется. Не зря собирали, я вам говорил. Это всё не напрасно. У нас, правда, всё забито и выходит. У нас одно место осталось, лежаночка и всё. Больше нихера не мах. Так, проснулись, чефернулись. Мне нравится, что и люди выходят, и куры такие. Так, так, куры, нет. Нельзя жрать за столом. Так, куры пошли пить. Хорошо. Это не самый худший вариант. И куда они здесь идут? Они здесь где-то срут постоянно. Я не знаю, почему им нравится здесь срать. Но наши ребята потом собирают нормально так урожай удобрений. Сколько у нас уже? У нас уже 300 удобрений есть. Красота. Не знаю, правда, сколько они будут использоваться на одну посадку, грубо говоря. У нас денег нет. Денег нет, нам нужны торгаши. И желательно чем торговать. Так, начали делать доски. Хорошо, значит, сейчас гардероб сделают. Скоро, во всяком случае. Сколько? 20 досок, 50 гвоздей. А чё так до хера? Понять не могу. Так, добыча камней валунов. Нам надо сейчас? Наверное, пока нет. Нам надо сконцентрироваться всё-таки на еде. Надо сконцентрироваться на еде. Товарищ пытается ловить рыбу, но эту рыбу сжирают моментально, я так понимаю. Даже если её готовят. Прибыл безработный. Брат, у меня нет денег, брат. Ты, конечно, хорош. Особенно ты хорош в строительстве, которое нам сейчас надо. И сколько ты требуешь? 32 копейки. Они сейчас поуходят. Вот в чём глупость. У нас нет денег. Денег нет, понимаете? И мне их негде взять, пока торгаши не приду. Ну ладно, давайте. На свой страх и риск. Сейчас, где ты? Будь добр. Вот это приоритет. Иди строй. Стройка сейчас куда важнее. И он сразу пошёл строить? А, нет, это Кристи. Кристи ещё не допетрил. Сейчас они порубят здесь деревья. Получим все плюсы. Надеюсь. И будет всё хорошо. По запасам пока норм. Давайте я ещё на охоту отправлю. Так и быть. Где у нас датчик тепла? Ой, у нас тут развелось. Зайцы, ядрён, батон. А что ж вы молчали? Тут тоже целая гора зайцев. И наши силки ни разу не сработали, что ли? Это какая-то подстава. Самое дурацкое, что они у нас прям под носом. Целая горища зайцев. Давайте всех выпилим. К чертям собачьим. Будет у нас плюсом кожи. И всяких остальных ништяков. Обидно, что одни зайцы. То есть ничего более съедобного нет. И так сойдёт. Так, наш товарищ фермер забил на свою работу. За что ему дизреспект, естественно. Никакого уважения. Только ненависть. Так, не хватает угля. Что с углём не так? Что с угольком не так? Где наши печунины уголёк? А, у нас только одна шпечка на уголь. Точно. Я забыл. Забыл маленький нюанс. Так, и она ж не шкварит, да? Если она не шкварит... По-хорошему, всё, что сжётся, лучше сюда перенести. Чтобы оно всё в одном месте было. Ну ладно, давайте вот сюда пока поставим. Будет у нас два луча света таких пробивных. Так, с валунами надо что-то делать. Стол для резки камня. Я думаю, что он-то нас и спасёт как раз в направлении валунов. О, нет, от нас ушли три типа. Хм-хм. Потому что денег нет. Родился ребёнок куриц. У нас малой обосрался, срочно спасайте. Так, и туго. Высиживается ещё одно яйцо. Два яйца. Опять кур у нас подрастают. Ещё три цыплёнка. Но пока мы плодимся просто... Хоть не людьми, так курами, как говорится. Жаль, кур нельзя задействовать в работе. Это было бы эпично, мне кажется. Так, поставили. Поставили вторую. Загружайте сюда тоже уголь. А у нас хранилище для угля вообще есть, подождите? По-моему, нет. Хранилище для угля у нас, по-моему, нет. Груда камней, глина. А как так вышло? А почему нет? Ладно, не наше дело. Короче, в любом случае, переезд кур мы организуем. Туалет готов, хоть там и темно, как я не знаю, где. Но туп залет готов. А, куры нашли вот здесь ещё где пожрать. Ты гля, сколько грибов, подождите. Такое нельзя пропускать. Прям под боком. Да такая хэрабора. И тут грибы повырастали. Ребятки, дождик не зря шёл. Коммунисти. Коммунисти пока можете. Мне кажется, нам ещё одно зернохранилище надо. Похоже на то, да? И обидно, что я не знаю, что нам делать с семенами травы. Ну, то есть, буквально. Их очень много. И нам их некуда девать. Мы не можем ими тупо кормить животных. Что тоже обидно, кстати. Вообще-то. Я бы накормил и в ус не ду, но нет. Так, ящик ещё не забит. Ещё нет. 350 здесь. 500 здесь. Запас 14 дней. Мне кажется, мы уже готовы перезимовать. Но лучше перебдеть. В этом случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Иначе беда может случиться в любую секунду. Стоп, потому что нет хранилища для полен? Погодите. Так, гардероб это шляпа. Поленница, вот. А почему у меня её нет? Я боюсь, что если я здесь поставлю, то я перекрою проход. Что не хотелось бы, конечно, делать. Тут верстаки, по идее, должны быть. Её некуда пихать. Вот в чём дело. Ну, давайте поленницу сюда поставим, так и быть. Что надо? Четыре бревна. Вообще, изичная поленница. Три, два, один. Всё, готовка пошла. Так, я надеюсь, ты не сожжёшь нам поленницу. Повышаем приоритет. Здесь приоритет супер низкий. Забирайте полено. И тащите их туда. Всё, супер. Теперь будет красота. Надеюсь. Надеюсь, когда-то будет. У нас даже уже есть соломенные постельки красивые, но... Не судьба. К сожалению, не судьба пока что. Так, товарищи пытаются строить. Но их немножко отвлекают грибочки. Без грибочков жизнь вообще не та. Они вот делают вроде бы мясо копчёное, но... Во-первых, оно хранится, херовий грибов. Во-вторых, его почти сразу съедают. Мне нравится. Роскошный огромный стол, на котором мясо и грибы. Шо ещё надо для счастья вообще? Непонятно. Ой-ой, как красиво. Что-то слишком красиво, как для курни. Ну что, солома закончилась? Ёперный театр. Это при том, что я сотку набирал, да? А куда вы... Это всё на крыше спустили? Вы серьёзно? Ребята, у меня для вас плохие новости. У вас появляется ещё работёнка. Так, здесь у нас кормятся куры, здесь трогать не будем. Давайте вот это рубанём. По глине вопрос, слава богу, закрыт. Сколько у нас ограничителей вообще по кирпичам стоит? А почему сотни? Если мы кирпичами довольно активно торгуем... Сейчас, сколько здесь влазит? Ну, по-хорошему сюда влазит 300, если бы вот эта херня здесь не валялась. Можем её убрать отсюда. И тогда мы можем поставить кирпич 300. И очень неплохо на них зарабатывать. Потому что сейчас денег нет вообще. Так, ты кто такой? Ночлежка? Давай. У нас как раз место открылось. О, иди покакай, да-да-да, покакай. Нам нужно твоё дерьмо. Срочно, сри. Так, здесь вы ещё забыли собрать, ребятки. Куриный помёт обязательно нужен. Забирать. Сколько уже удобрений? Уже 400 единиц. Мы растём. Будет, конечно, круто, если оно по одной штуке юзается только. Но что-то мне подсказывает, что нет. И мне что-то подсказывает, что кормёжную нужно уже переносить в этот. В здание. То есть здесь уже хавать очень прохладно. 8 градусов. В пещере вон вообще 4 градуса. Чего? Ну, хоть в комнате 23. Давайте, ребятки, спадки, 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 давайте. Я понимаю, проект большой, обширный, ничего не поделать. Ещё и грибы эти, проклятые, везде повылазили. Но у нас уже пятый день осени. Мы пока живём. Пока нормально. Да, здесь вышла странная ситуация немножко. А я не перекрыл случаем проход? По всей видимости, нет. Вам тепло? Вам хорошо? Так, срочно титьку. Титьку малому дали. Можно спать дальше, вообще-то. Если шо. Самое дурацкое, что пока кормят титькой, время возвращается в скорость х4 вместо х12. Ты там сколько жрать будешь? Всё. Ты чё встал? Ё-процент. Подкинула дровишек, всё. Всё, поселение тебе благодарит, теперь не спи. Это кто тут гасает? Кура тут гасает у нас ещё. Ещё два яйца высиживаются. Пока что два. Так, шестнадцатый день. Проснулись и вернулись. Мы можем ускорить немножко процесс, но я боюсь, что мы поломаем всё. Мы можем выдолбить вот здесь блок, как раз приличный, и сделать там кормёжную. Кормёжную или вообще перенести туда всю кухню. Но у нас там будет расширение, поэтому нельзя. Нам надо будет вот в этой стороне где-то ставить всё это. Так, ну идите, в общем, собирайте траву, собирайте всё, что есть. Грибочки дособерите, тоже не помешают. Все производства запускайте. Чё-то маловато сено, нет? А, ну да, она же начинает уже это. Херовить по чуть-чуть трава. Ну ладно, надеюсь, потом разберёмся. Главное, что запас грибов растёт просто колоссально. Так, торгаш, торгаш, торгаш. Сладенький мой. Смотри, какая история. У меня есть мешки, которые я тебе не дам. Как тебе такая история? Так, я могу тебе досок надавать. Шкуры, баляхан. Да я могу отдать, конечно. Нам же потом пригодится, и я зашибусь их искать. Так, кора, ну давай, 200 коры я тебе отдам. Итого у нас 122 копейки всего лишь. Гуляй. Следующий. Ты кто такой? А, этот ещё не пришёл. Так, ты у нас кто? Работягой нанимаешься, да? Повар неплохой. Ох, да нет, у меня столько денег. Ну, если этот сейчас закупит кирпичи, то нам хватит. Если не закупит, то всё. Ага, Белла. Так, добро пожаловать на нашу территорию. Давай общаться. А он закупает только кур. Ну ты же мразь такая, ну... Ну гуляй, получается, что я могу с тобой сделать. Я ж тебе не прикажу покупать кирпич, правильно? К сожалению, у меня такой силы нет. Была бы, было бы круто, конечно, но... Увы. Увы и ах. Так, камыш ещё не дорос. Деревья наши тормознулись, дай бог. Застой, ребяточки. Это называется застой. Херовый, неприятный, но уж какой есть. Уж простите, извините. Так, этот пошёл безбожно кромсать просто. Я его даже отчасти понимаю. За всех за нас, как говорится. За себя и за Сашку. Так, хорошо. В целом мы движемся неплохо в плане, как минимум, еды. 900 сушёных грибов. Это прям нормально так пожрать. Я думаю, что надолго хватит. Кур пока не переселяем, пока крышу не сделаем. Поля пока что делать тоже смысла нет. Так как ещё не зима. Зимой будем докапывать до конца, когда уже всё замёрзнет. Херам собачим. Вот тогда и будем этим заниматься. Пока что да. Пока что вот такой период у нас получился. Но главное, что есть продвижение. Какое-никакое, но оно есть. Хорошо, ребятки. Сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно, нужно нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Продолжение следует.